Уважаемые коллеги, сегодня мы обсудим с вами такую тему, как налоговые риски, связанные с привлечением организациями самозанятых, это физических лиц, плательщиков налога на профессиональный доход. И также она касается темы привлечения индивидуальных предпринимателей. ФНС России выпускала определенные разъяснения по этому поводу и последовательно придерживается позиции о том, что налоговые органы должны искать в подобного рода отношениях ситуации, когда организация пытается подменить трудовые отношения подобными гражданскоправовыми ради экономии на налогах, поскольку самозанятые, что ИП платят суммарно в бюджет меньше налогов, при взаимоотношениях с ними уплачивается суммарно в бюджет меньше налогов, чем при взаимоотношениях со штатными работниками, оформленными в рамках трудовых договоров. А что говорит нам ФНС России по этому поводу? По каким признакам и критериям будет искать подмену трудовых отношений иными гражданскоправовыми? Выявление признаков организационной зависимости. Физическое лицо регистрируется в качестве самозанятого или ИП, поскольку это является обязательным условием сотрудничества с заказчиком, вступления с ним в отношения. И, собственно, использует этот статус только и поскольку оно сотрудничает с этим заказчиком, имеет одного лишь заказчика, по прошествии, по окончании отношений, при разрыве отношений ни с какими другими заказчиками не вступает в отношения и статус постепенно утрачивает. Организационная зависимость также в чем может заключаться? Работника фактически включают соподчинение в определенный трудовой коллектив, он взаимодействует в пределах режима рабочего времени с другими сотрудниками на обычных условиях, он находится в определенном соподчинении и так далее. По такого рода признакам будут стремиться отыскать и назвать подменой трудовых отношений отношения самозанятые. Далее следующий вопрос. Инфраструктурная зависимость. Если самозанятый пришел и должен выполнять какие-то работы, а фактически его допускают к станку оборудованию, принадлежащему заказчику, и он в пределах стандартного рабочего времени, трудового дня, по сути, использует инфраструктуру заказчика, использует его оборудование. Либо самозанятый нанимается в качестве водителя, фактически в пределах режима рабочего времени осуществляет перевозки определенные пассажиров или грузов, и при этом самозанятый, используя арендованный транспорт, рассчитывает на то, что заказчик осуществляет ТО, обслуживание и так далее этого транспорта. Далее следующий аспект. Порядок оплаты услуг, порядок оформления, документирования этих услуг. Налоговый орган будет искать в этом порядке оформления следующее. Если фактически оплата оказанных услуг производится, как и штатным работникам, например, два раза в месяц, это скорее признак подмены трудовых отношений. А если акты шаблонные, регулярные и всегда составляются на последнюю отчетную дату и от месяца к месяцу практически не отличаются друг от друга, отражая определенную трудовую функцию, там водитель, сварщик, токарь, бухгалтер, кассир, то скорее будет речь идти о возможной переквалификации в подмену трудовых отношений. Если из актов не следует, а что, собственно, от чего зависит вознаграждение? Вознаграждение всегда постоянно, вот как зарплата, только и оно не зависит от объема оказанных услуг, этот объем не отображается в актах. Тоже признак подмены трудовых отношений. Ну и последний такой небольшой признак, признаком трудовых отношений является то, что работнику можно, на работника можно возложить материальную ответственность. А вот в гражданско-правовых обычно существуют иные институты, да, такие как возмещение убытков, неустойка и так далее. И вот просто написали в отношениях с самозанятым в договоре об его материальной ответственности и вот уже риски подмены трудовых отношений. В дополнение хотелось бы коротко осветить, куда дальше идет и развивается практика. Помимо этих аспектов, уже известных судебной практики, обкатанных налоговым органом, как говорится, опробованных, да, в спорах, в конкретных спорах, последние судебные акты еще показывают тренд и попытку налоговых органов вылавливать ситуации, когда в качестве заказчика выступает бывший работодатель работника. А когда принимается на работу работник, который ранее много лет работал на данное предприятие, причем в самых парадоксальных случаях. Последние известные нам два судебных акта, они про следующие ситуации. В одной ситуации работник организации, работавший в данной организации на протяжении трех лет, уволился, переехал в другой город и начал работать дистанционно. Далее у него появились помимо своего бывшего работодателя другие заказчики и в итоге работник, оформившись в качестве самозанятого, был полноценным самозанятым. По сути, по тем признакам функциональным, по которым, по которым, собственно, я и комментировал разъяснение ФНС России. Работник, оказывая юридические услуги своему бывшему работодателю, самостоятельно оплачивал билеты, гостиницы, командировки, то есть организовывал себе командировки на предприятие в тот регион, где он раньше был в качестве работника. Дистанционно выполнял работы, имел иных заказчиков, то есть у него было множество других заказчиков с полученных доходов, от которых он уплачивал налог на профессиональный доход, как самозанятый. Тем не менее, налоговые органы и здесь нашли, собственно, повод отказать, повод для доначисления на НДФЛ и страховых взносов, переквалифицировав эти отношения, ну, не то, что переквалифицировав эти отношения, да, а изменив подход к самому доходу. Налог на профессиональный доход установлен законом 422 ФЗ и согласно положениям этого закона, пункту 8 части 2 статьи 6, если доходы, которые получает самозанятый, получаются им от бывшего работодателя, который был бывшим, ну, с которым имелись трудовые отношения менее двух лет назад или ныне действующего предпринимателя, то в силу прямого указания этого закона подобные доходы не являются объектом обложения налогом на профессиональный доход. И сугубо в силу этой крайне формальной нормы, собственно, налоговые органы и суды признали законным доначисление НДФЛ по подобному работнику. То есть любые ситуации, когда работник, бывший работник принимается на работу затем в качестве самозанятого без просрочки в отношениях порядка двух лет, да, они таким образом могут быть также, также стать объектом для доначисления НДФЛ, но только по более формальному основанию. Да, мы можем, налоговый орган сможет не называть эти отношения обязательно трудовыми, но воспользовавшись этой нормой скажут, что поскольку это не объект для налога на профессиональный доход, подлежит обложению НДФЛ. Еще одно дело было рассмотрено судами, там бывший работник подал в организацию письменное заявление об отказе трудоустраиваться в эту организацию, это заявление организация предъявляла налоговому органу, но налоговый орган и суд вслед за ним сочли этого недостаточным, да. Да, существует, еще раз подчеркнув, что существует безусловное правило, установленное в законе об эксперименте налоги на профессиональный доход, да, 422 ФЗ, о том, что если отношения с самозанятым возникают, самозанятого возникают с бывшим работодателем, это не объект налога на профессиональный доход. А значит, в этом случае сугубо по этому формальному основанию можно доначислять НДФЛ в отношениях с самозанятыми. Соответственно, последняя, наиболее критическая история, да, сейчас развивающаяся в судебной практике, любые ситуации взаимоотношений с бывшими работниками, ставшими самозанятыми, да, грозят вам автоматически доначислением вам НДФЛ. В завершение моего выступления хотелось бы коротко повторить, да, ФНС России последовательно придерживается подхода стремиться во всех отношениях организаций с самозанятыми отыскать подмену трудовых отношений гражданско-правовыми, поскольку это позволяет экономить организациям налоги. Организации должны уделять этому пристальное внимание, оформляя гражданско-правовые отношения с подобными самозанятыми максимально независимыми, да. Это самостоятельный субъект, который организационно независим от заказчика, который инфраструктурно независим от заказчика и порядок взаимоотношений и взаиморасчетов с ним, который зависит от объемов оказанных услуг, формирующих стоимость, а не является каким-то стандартным, шаблонированным, подобным тому подходу к оплате труда, который применяется в отношении штатных работников.